Добрый вечер. Итак, мы продолжаем про осложнение, уже про осложнение иммунотерапии. И, конечно, на сегодняшний день у нас есть большой спектр различных методов иммунотерапии. И как бы мы их не классифицировали, но у нас есть более старые классификации, более новые классификации. Вот то, что мы предложили сделать, разделив по методу первичного воздействия на иммунную систему все опухоли, все способы иммунотерапии на ряд методов. Это методы усиления презентации антигена вакцины, которые воздействуют на наиболее ранний этап противопухолевого ответа. Методы модуляции активности иммунного синапса. Это модный сегодня чекпоэт ингибитор. Надо сказать, что вообще-то в клинических исследованиях есть и активаторы иммунного синапса. То есть мы можем иметь в скорости препараты другого класса, но, скорее всего, с похожими и механизмами действия и, наверное, нежелательными явлениями. Методы воздействия на кинетику иммунных процессов, о которых все начинают немножко забывать, потому что с ними недавно попрощались, но они так и не уходят. Это цитокина. Различные методы очень модной адаптивной терапии и клеточные гуморально. Причем, хочу сказать, что многие моноклональные тела, которые расценятся как таргетная терапия, они на самом деле обладают целыми рядами иммунологических механизмов и могут рассматриваться как методы иммунотерапии, различные методы устранения иммуносупрессирующих факторов и методы вторичного воздействия на опухоль для активации иммунного ответа, которым отчасти может быть применена, ну, принесена и таргетная терапия, и иммунотерапия. То, что Гульфия Мехатна раньше спрашивала по поводу иммунопосредственных нежелательных явлений, это одно из, тоже один, одни из аргументов к тому, что и таргетная терапия может давать иммунопосредственные нежелательные явления. Но, конечно, в последнее время с появлением анти-ПД1 в первую очередь терапии мы говорим о том, что если мы говорим о противопухоле иммунотерапии, в первую очередь мы имеем именно этот класс препаратов, линейку, направленную в взаимодействие ПД1 с ПДЛ-рецептором. И на сегодняшний день спектр показаний растет. Более того, постоянно увеличивается зона применения в каждой локализации препаратов, они сдвигаются в более ранние стадии. Мы сегодня говорили про меланому, про уже использование этих препаратов во второй стадии заболевания. Большинство пациентов встречаются на своем пути с этими препаратами. И все пациенты, которые встретились с этими препаратами, они находятся под риском иммунопосредственных нежелательных явлений, которые относительно универсальны, что, с одной стороны, говорит о большой значимости проблема, а с другой стороны, позволяет нам схожим образом их изучать. Что могут поражать иммунопосредственные нежелательные явления? Ну, фактически, любой орган и системы. Да, есть наиболее частое иммунопосредственные нежелательные явления. Это нежелательные явления со стороны кожи, со стороны печени, со стороны органов ЖКТ. Все остальное встречается относительно реже. Для каких-то препаратов еще относительно частыми являются эндокринопатии. Уже со стороны осложнений со стороны дыхательной, нервной системы, сердца, опорно-двигательного аппарата, они теоретически более редки. Но, как уже начала говорить Гульфия Митхатна, как сегодня будет еще сказано, я думаю, не раз, на самом деле это все далеко не редкая ситуация, просто которую, может быть, мы за онкологическим процессом не всегда корректно дооцениваем и не понимаем, что наше лечение тоже вносит вклад в дестабилизацию вот этих вот процессов. Какая иммунотерапия приводит к каким нежелательным явлениям? Надо сказать, что с моей персональной точки зрения, раз мы активируем иммунную систему, любой иммунотерапии мы находимся под риском иммуноопосредственных нежелательных явлений, потому что все-таки иммуноответ, который запускается, он един, работает целиком система. Но частота этих нежелательных явлений, она будет разная в зависимости от того, какой механизм действия мы в первую очередь пытаемся задействовать. Соответственно, на модуляторах иммунного синапса, на антипеди-1, антицитоли-4 препаратах, как я уже сказал, будут самыми частыми поражениями кожи, гастроэндроколит, гепатит. Вакцина, как наиболее специфические, наиболее, скажем, целенаправленное действие на активацию иммунной системы, наиболее узконаправленная активация, они будут давать гораздо меньше нежелательных явлений. Цитокины, клеточная терапия будут давать огромное количество нежелательных явлений именно со стороны врожденной иммунной системы, в первую очередь. Это различные роды цитокиновая шторма. И уже даже появились в разговорах со специалистами такие дискриминации между плановым и неплановым цитокиновым штормом в зависимости от того, почему он происходит либо из-за внезапного выброса кучи цитокинов совершенно бессистемного, либо из-за последовательной активации именно цитокинового каскада из-за введения конкретного препарата. Таким образом, профиль определенных нежелательных явлений есть, но для каждого пациента риск существует различных проявлений иммунопосредственного нежелательного явления. Мы должны об этом помнить. Вторая особенность иммунопосредственного нежелательного явления – это их отсроченность. То есть это не та реакция, которая возникает в момент введения препаратов. Фактически инфузионных реакций очень мало на иммунотерапию. Возможно, наиболее такие острые реакции возникают там, где мы используем наиболее агрессивные способы лечения – это клеточная терапия. То, что Анна Игровна уже начинала говорить про опухолинфильтрирующие лимфоциты, где на цитокинах мы получаем сразу цитокиновый шторм, буквально через несколько часов после введения. Для самых распространенных методов антипедиа-1, антицителия-4 терапии – это отсроченное появление нежелательных явлений через 2, 3, 4 недели. Но самое главное, что даже после окончания лечения антицителия-4 терапия проводится всего лишь 12 недель, это всего 4 введения. Но после этого, даже после 30 месяцев, мы можем обнаружить риск возникновения нежелательных явлений, которые далеко не нулевой. И, к сожалению, могут возникать нежелательные явления 3-4 степени. На сегодняшний день известно, что большое количество нежелательных явлений возникает и после 2 лет применения препарата. Да, в большинстве таких тяжелых степеней у нас развиваются хронические нежелательные явления, которые не уходят после завершения терапии, что особенно принципиально важно для одевантных режимов лечения. Какие механизмы лежат в основе нежелательных явлений? В принципе, все вот это многообразие проблем можно свести в зависимости от того, какая преимущественная иммунная система активируется, врожденная или адаптивная, на таких 3 группы. Первая группа ассоциирована именно с адаптивной иммунной системой. Это активация, связанная с представлением антигена, ассоциирована с вторым классом комплекса гисосовместимости болезней, такие как аутоиммунный тиреидит, аутоиммунный гепатит, миостыния, гравис. То есть достаточно хронические и некоторые достаточно тяжелые проявления. Молекулярная мимикрия обусловлена схожестью антигенов опухолевых, и тканей, с которой она происходит. Это такие, как ревматическая лихорадка, синдром Гиена-Борре, различные болезни иммунных комплексов, которые представлены последовательно развивающимся, многоформные эритемы, синдром Стивеншин-Джонсона, синдром Лойел. То есть это один единый процесс в разных стадиях, который связан с накоплением иммунных комплексов и неспособностью иммунной системы их переработать. Достаточно редко встречающиеся реакции гиперчувствительности, что немедленного, что по типу немедленного, не связанного с иммуноглобулином Е типа. Но такие реакции на самом деле единичные. Вот они развиваются через несколько часов после введения. Да, как на любой белок, на иммунотерапию может быть аллергическая реакция. Но такое встречается крайне редко. И надо сказать, что у нас был опыт аллергической реакции на неволумаб. Пациент совершенно спокойно переносил после этого пембролизумаб, без всяких введений. То есть сам белковый продукт имеет значение, несмотря на то, что на сходные эпитопы мы получаем ответ. Ну и последнее преимущественно врожденные системы – это лихорадки, цитокиновая шторма, миалгия, артериалгия и промежуточная как раз болезнь крона, где тоже большую роль играют антицитокины. И поэтому антицитокиновые препараты при тяжелых синдромах работают, потому что здесь это имеет большое подкинетическое значение. В чем сложности изучения терапии монопосредственных нежелательных явлений? Но проблема в том, что эти нежелательные явления очень многообразны, с одной стороны. С другой стороны, в разных клинических исследованиях очень по-разному описывается одно и то же. Например, в одной из публикаций наиболее частым нежелательным явлением была астения, а третью строчку занимала слабость. То есть, если мы их вместе сложим, это будет самое частое вообще нежелательное явление. Тем не менее, их репортировали доктора по-разному и поэтому и частоту учитывали по-разному. Также точно можно описать и, например, признаки колита – боль в животе, диарея. Собственно, колит поставить как нежелательное явление. И это все будет давать совершенно разную частоту и занижать частоту реальной проблемы. А патологический процесс встречается гораздо более часто. Конечно, некоторые нежелательные явления и редкие, и не всегда доктора могут связать что-то отсроченное, например, с иммуноопосредованной токсичностью. Особенно с учетом того, что пациент после введения длительно пребывает дома. А сейчас у нас некоторые препараты вводятся раз в 6 недель. Что было за эти 6 недель? Было ли там какое-то иммуноопосредованное нежелательное явление? У пациента были минимальные признаки колита или действительно было отравление пищевое? Мы не можем это дифференцировать. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с недорепортированием существенным нежелательным явлением. Особенно в реальной клинической практике, где пациенты приходят на введение уже без признаков какого-то иммуноопосредованного нежелательного явления. Мы предложили общий алгоритм купирования иммуноопосредованных нежелательных явлений, которые основываются на ступенчатом подходе, взятом преимущественно из аллергологических подходов к лечению аутоиммунных заболеваний, таких, например, как бронхиальная астма. Мы ввели, кстати, раньше, чем зарубежные коллеги опубликовали подобные рекомендации, поэтому наши рекомендации существенно отличаются от тех же рекомендаций, например, NCCN. Что предлагается? После определения типа и степени тяжести нежелательного явления выбрать начальную ступень терапии. Начальная ступень должна быть адекватной тяжести и достаточно интенсивно, чтобы быстро купировать нежелательное явление. Мы должны оценить эффект нашего подхода. Если эффект достигнут, мы начинаем постепенно отменять терапию. И вот здесь постепенность отмена имеет ключевое значение. Во-первых, нежелательное явление часто рецидивирует. Если такое случается, нам надо вернуться либо на предыдущий этап, либо при деэскалации доз иммуносупрессивных препаратов в предыдущей дозе и все-таки попытаться чуть позже опять провести эту деэскалацию после стабилизации состояния, либо даже повысить интенсивность иммуносупрессивного воздействия, перейти к более селективным препаратам для этого воздействия, чтобы контролировать нежелательное явление. Основой для терапии иммунопосредственных нежелательных явлений являются глюкокортикоиды. Здесь представлен алгоритм действия глюкокортикоидов. Все они представлены здесь желтыми робинками, которые показывают, что делают эти препараты. В первую очередь глюкокортикоиды подавляют неспецифическую активацию иммунной системы. Если клоны иммунных клеток, обеспечивающие противоопухолевый иммунный ответ, сформировались, глюкокортикоиды не препятствуют пролиферации этих клонов. Поэтому назначение глюкокортикоидов при развитии иммунопосредственных нежелательных явлений, которые как раз и говорят о том, что специфические клоны сформировались, не влияют на эффективность терапии. С другой стороны, начало лечения на фоне глюкокортикоидов, наоборот, препятствует образованию новых клонов, нивелирует эффект иммунотерапии, что мы тоже наблюдаем. Поэтому мы не рекомендуем начинать на фоне глюкокортикоидов иммунотерапию или продолжать на фоне какого-то поддерживающего введения. Это очень часто встречается в реальной клинической практике, когда фактора видят, что были тяжелые нежелательные явления, они ввели глюкокортикоиды, сразу получили ответ, и пациенты стремятся быстрее и быстрее начать иммунотерапию, даже не дожидаясь вот этого месяца, который нужен для того, чтобы нежелательное явление купировалось, и постараться предотвратить его в повторное возвращение. Конечно, когда мы подавляем один из основных механизмов действия, и вводим иммуносупрессивную терапию, мы опасаемся того, что эффект будет хуже. И здесь представлены наши данные, которые показывают, говорят о том, что иммуно-опосредственные нежелательные явления, которые ассоциированы с адаптивной иммунной системой, они, как правило, наоборот, свидетельствуют об успешной активации иммунного ответа, потому что противопухолевый иммунный ответ тоже обеспечивается этой системой, и продолжительность жизни у таких пациентов лучше. А вот когда мы активируем врожденную иммунную систему, мы не видим улучшения, или даже видим обратную ситуацию при развитии иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Таким образом, не все иммуно-опосредственные нежелательные явления в одинаковой степени влияют на продолжительность жизни. Но в целом данные различных исследований, особенно на анти-ПД-1 и антицитрия-4 терапии, говорят о том, что пациенты с развившимися иммуно-опосредственными нежелательными явлениями третьей и четвертой степени, они, как правило, имеют лучший эффект на фоне лечения. В каком направлении у нас движутся рекомендации? Вот сейчас мы обсуждаем активно с коллегами следующее обновление клинических рекомендаций. В первую очередь, исходя из практики, мы постарались оптимизировать, а именно снизить частоту и объем обследований при проведении иммуно-терапии, потому что это было часто крайним преткновением и исходили из возможных рисков. Но реальность показывает, что мы крайне редко вылавливаем под дополнительным этим обследованием какие-то нежелательные явления, которые проходят исключительно на основании лабораторных норм. Как правило, мы видим какую-то клиническую картину, дающую нам возможность заподозрить и своевременно назначить расширенное обследование. Идет большая работа по спецификации именно иммуносупрессивной терапии на основании клинического опыта, определения режимов лечения, определения длительности лечения и даже сокращения некоторых режимов, потому что препараты, которые мы используем, это, как правило, выраженные иммуносупрессанты, очень активно используемые при трансплантации органов, где они применяются длительно, используемые для лечения РТПХ, где они применяются длительно. Для иммуно-опосредственных нежелательных явлений такой длительный курс просто не нужен. Нам надо остановить острую фазу и потом перейти на поддерживающую терапию. Для этого достаточно более короткого курса. Но, безусловно, мы активно работаем над нежелательными явлениями, которые до недавних пор считались редкими. Сегодня Марин Фексом будет рассказывать про кардиотоксичность, Дарья Александровна про нейротоксичность, иммуно-опосредованную. Это то, что у нас будет включено. И в эти рекомендации мы будем расширяться именно в плане управления, казалось бы, редкими, но все-таки, оказывается, не такими редкими нежелательными явлениями. Важный вопрос – это комбинированные режимы и можем ли мы продолжать терапию, если мы успешно справляемся с иммуно-опосредованными нежелательными комбинированными режимами. Мы знаем, что их бывает до 50% в 3-4 степени. И, конечно, их токсичностью мы можем управлять и мы можем переключить быстро пациента на деэскалированный режим. Мы знаем, что блюмаб с неболюмабом вводится только 4 раза в комбинированной терапии. При нордате будет та же самая история. Мы 4 раза вводим только комбинированный препарат. Если возникло иммуно-опосредованное нежелательное явление, нет необходимости доводить вот этот 4-й или 3-й, 4-й невведенный раз. Мы сразу можем переходить к деэскалированной терапии. Этого будет достаточно для реализации противоопухолевого эффекта. Хотя многие пациенты, наоборот, приходят и жалуются даже, что им не сделали еще одно введение. Это введение может быть опасным и, скорее всего, для реализации эффекта оно может быть уже и ненужным. Что касается частоты исследования, почему мы снизили частоту исследования во время проведения терапии? Во-первых, у нас существует очень разная частота самих введений иммуно-онкологических препаратов. От двух до шести недель может вводиться антипеди-1 препарат один и тот же. Мы считаем их более-менее эквивалентными и риски токсичности у них тоже одинаковы. Соответственно, мы стараемся в большей степени привязываться к самим введениям препарата. Может быть, на двухнедельных циклах даже не так часто делать более расширенное обследование. Обследование делается с той точки зрения, что пациенту с уже начинающимся иммуно-обосредственным нежелательным явлением не ввели препарат, который может усугубить течение этого иммуно-обосредственного нежелательного явления. То есть смысл в этих обследованиях перед введением вкладывается именно вот этот. Конечно, опыт накапливается, анализ риска накапливается и мы действительно, видя, как идет мониторинг безопасности во многих протоколах, мы видим, что да, действительно мы можем снизить частоту оценок и лабораторных обследований и таким образом упростить для пациента получение этой терапии без увеличения риска развития иммуно-обосредственных нежелательных явлений. Перечень обязательных параметров тоже достаточно сильно сокращен до фактически общепринятого и большой перечень анализов переведен именно в дополнительные рекомендации. Надо помнить, что дополнительные обследования не должны назначаться, если у нас есть подозрения, обоснованные на иммуно-обосредственные нежелательные явления. Здесь возрастает роль и возрастает ответственность врача при регулярном осмотре, особенно при осмотре перед началом иммунотерапии или перед началом очередного цикла иммунотерапии. Мы должны быть информированы про эти нежелательные явления, мы должны понимать, что они часто бывают совместными и, конечно, своевременно расширять обследование при подозрении на наличие иммуно-обосредственных нежелательных явлений. Как выглядит наш алгоритм? Ну вот типовой алгоритм, который каждый раз немножко адаптируется под каждое конкретное нежелательное явление, выглядит последним обновлением следующим образом. Если у нас низкая интенсивность токсичности, нежелательное явление, которое редко приводит к тяжелым состояниям, которое редко может запрогрессировать до более высоких степеней токсичности, мы продолжаем лечение, мы применяем симптоматическую терапию, и, как правило, не применяем иммуносупрессивное средство. Пациенты, начиная со второй-третьей степени токсичности, особенно если это потенциально рискованные нежелательные явления, нежелательные явления, которые могут быстро ухудшиться, мы обязательно прерываем лечение, мы обязательно назначаем максимальную симптоматическую терапию по симптомам, и мы начинаем глюкопартикоиды. В наших рекомендациях рекомендуется максимально полезная при данной степени доза глюкопартикоидов. В зарубежных пишут от 0,5 до 1 мг на килограмм. У нас мы берем сразу 1 мг на килограмм по принезалону, с той точки зрения, что мы быстрее законтролируем нежелательные явления и в результате получим меньшую длительность иммуносупрессивной терапии. Третья ступень. Неэффективность предыдущих ступеней, или выраженная четвертая степень нежелательных явлений. Отдельные жизнеугрожающие нежелательные явления, которые сразу являются тяжелыми. Это отмена терапии. И опять-таки, это отмена терапии будет зависеть от того, что это за нежелательное явление, на чем оно возникло, на комбинированной терапии или на монотерапии. Это достаточно выраженная симптоматическая терапия. И здесь уже обязательно, особенно при нежелательных явлениях 3-4 степени, консультация профильного специалиста и использование тех рекомендаций, которые есть для лечения соответствующей патологии. Это может быть патология печени, патология желудочно-кишечного тракта. Это достаточно высокие дозы глюкопартикоидов, и при их неэффективности использование специализированных селективных иммуносупрессантов, таких как ингибиторы цитокинов, это инфлексимаб, тоцилизумаб, цитостатиков, того же циклофосфомида. Это использование цитостатиков может быть также полезно при невозможности уйти от глюкопартикоидов. Мы встречаемся иногда с такими нежелательными явлениями, из-за которых мы начинаем снижать дозу глюкопартикоидов, и оно возвращается. Мы возвращаемся к предыдущей дозе, и оно контролируется. Долго на больших дозах глюкопартикоидов быть невозможно, поэтому приходится добавлять иногда цитостатики в низких дозах, тот же циклофосфомид, который широко доступен для того, чтобы иметь возможность уйти от нежелательных явлений. Иногда полезными оказываются топические глюкопартикоиды, особенно при нежелательных явлениях со стороны ЖКТ, которые позволяют нам это все сделать. Ну и современная тенденция — это использование селективной иммуносупрессивной терапии в более ранних ступенях иммуно-опосредственных нежелательных явлений, как показано на терапии синдрома выброса цитокинов. А перспективные разработки говорят о том, что тот слезумат, например, будет уже даже и в профилактике использоваться. Ну и про редкие нежелательные явления просто хотел проиллюстрировать, что да, редкие нежелательные явления действительно не так редки. Важным вопросом является возобновление терапии после иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Здесь риски у нас достаточно высоки, но надо помнить, что постоянная отмена терапии в этой линии не означает полной невозможности терапии препаратами в дальнейшем после какого-то длительного перерыва. Ну вот пример, чем мы рискуем. В принципе, при возобновлении терапии после нежелательных явлений мы не сильно рискуем нежелательными явлениями третьей и четвертой степени. Риски здесь статистически незначимы. А нежелательные явления всех степеней, да, риски здесь действительно повышены. Какие у нас есть актуальные проблемы? Проблемы – это сложности дифференциальной диагностики, сложности терапии при неэффективности глюкокортикоидов и предотвращение, то есть профилактика иммуно-опосредственных нежелательных явлений, что делать, чтобы сохранить эффект, и их не было. Ну, за неимеемое время хотелось бы еще только единственное сказать по поводу возраста. У нас всегда есть опасения относительно возраста. Это, наверное, один из неблагоприятных факторов прогноза. Только оказалось, что возраст, в принципе, не препятствует назначению иммунотерапии и не приводит к увеличенному риску нежелательных явлений. Сегодня много говорили про факторы прогноза, но вот наши коллеги сделали такой алгоритм факторов прогноза. И я обращаю внимание, что у тех пациентов, у которых низкий уровень ПД1 на иммунных клетках, с высоким возрастом у них практически не было иммуно-опосредственных нежелательных явлений. То есть даже на имеющихся факторах мы можем как-то стратифицировать пациентов по риску, и, возможно, в том числе с применением методов искусственного интеллекта, нам удастся это сделать с учетом различных иммунологических параметров, в том числе оценки иммунной системы в периферической крови. Итак, в заключение хотелось бы сказать, что, конечно, иммуно-опосредственные нежелательные явления – это нарастающая проблема, которая будет еще расти-расти, из которой будет складываться очень широкий круг специалистов. Нам нужны большие знания для оптимизации в работе этих лечений, нам очень нужно хорошее взаимодействие. Конечно, нам очень важно понимать иммунологию, которая находится под каждым конкретным нежелательным явлением для того, чтобы проводить таргетную и эффективную терапию этого нежелательного явления. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.